Да, Владимир? Да, да. Добрый вечер. В четвёртый раз Владимир согласился продолжить нашу беседу об Айреведе. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Мартис Юрьевич. Спасибо, что позвали в очередной раз поговорить. И всем слушателям тоже большой привет. Есть ли что-то, о чём мы ещё не рассказали? То есть можно ли Айреведу уместить в три рассказа, из которых один посвящён напечаткам, или ты будешь ещё четвёртый? Я думаю, что четвёртый может быть. Может даже и пятый на самом деле наберётся. Наскребём. Итак, у меня вопрос такой. Вот иногда попадаются какие-то записи, где говорят, чтобы похудеть, надо пить морковный сок, и значит не есть после семи, и это универсально для всех. Вот с точки зрения Айреведы есть вот такие прям, вот всё универсально или как? Ну, наверное, можно сказать, есть какие-то универсальные вещи. Да, наверное, если человек не будет есть в принципе, то он похудеет. Вот как ни крути, но законы сохранения массы вещества и энергии, они действуют даже в аюрведической реальности. Но в целом в аюрведе есть некоторые вещи, которые следует учитывать, и один из самых таких важных, и на слуху, это так называемая типология, то есть пракрити, то, что называется часто. То есть многие вещи, они рассматриваются в связи именно с типом тела. Например, есть такой текст интересный, называется произведение, называется «Раса войщайщика», такой схоластический текст, который приписывается на Гарджуне с комментариями. И там автор трактата, он пишет о том, чтобы назначать средства правильно, нужно учитывать там множество, множество, множество разных вещей. И первое, он называет это пракрити, нужно учитывать тип человека, тип тела его в первую очередь. И это очень важная тема. Ну вот, если посмотреть на меня, сразу можно определить тип? Или сперва надо тест заполнить? Или надо еще, так сказать, пульс померить и язык показать? Что надо делать, чтобы определить тип? Ну, на самом деле, тут многое зависит от опыта. Я не очень люблю мистификацию, особенно массовую мистификацию населения. Вот я слышал такие истории о том, как люди приезжают в какой-нибудь город, и там к ним подходит кто-нибудь, и человек смотрит, и там, ну, как бы, закрыв глаза, сразу определяет тип. Вот. Я думаю, что нужно побеседовать с человеком также. То есть какие-то вещи, они не проявлены вовне непосредственно. То есть я бы сказал, что… Ну, то есть тогда язык получается, да? Ну, я думаю, что также характер, например, играет значение. Я буквально несколько дней назад перечитывал признаки опорные разных типов, как они описываются в шастре, потому что мне это наиболее интересно. И я бы так пытался как-то всё это анализировать, структурировать. И там есть вещи, которые непосредственно связаны, например, с анатомией физиологии, то есть строением тела, какие-то особенности процессов физиологических, там, не знаю, пищеварения, прочие какие-то вещи. А есть абсолютно такие психологические. Например, вата-пракрити, так называемый тип, с преобладанием вот этого фактора вата, вата-доши, да, там, например, человеку говорится, что он завистлив, например. То есть люди вата-типа, они как-то по природе более завистливы, чем другие. Или, там, допустим… То есть, получается, люди с возрастом становятся более завистливы, получается? Вот. На самом деле, пракрити, вот это одна из таких ключевых вещей, о чём говорится вот в этом комментарии на Росовую Шешику, что он нервикарений, то есть этот тип, он никогда не меняется. То есть от рождения до смерти тип всегда один. Поэтому с возрастом, да, человек не обретает тип вата, да, у него просто этот фактор вата-доши, он может увеличиваться. Но его тип тела, да, он всё равно остаётся незыблемый. То есть подобно тому, как, не знаю, генетический материал, в общем-то, генотип, вот, он всё равно остаётся, сколько бы вам лет не было. А вот эти изменения доши попутные, связанные с вечным временем, то есть с возрастом, это уже немножко другая тема. Вот поэтому, в принципе, люди от природы, появившись, они уже не меняются. Ну, это вообще, на самом деле, излюбленное место шастер различных систем знания, в том числе нравственности, нити шастер. По крайней мере, я встречал, ну, несколько таких изречений про то, что природу очень трудно преодолеть. Свабгава. Есть даже такой афоризм, свабгаво дуратикрама, то есть природа, ну, её сложно превозмочь, приступить природу свою. И, по-моему, это в Хитападейше есть такое интересное субхашито, что если сделать собаку царём, перестанет ли она кусать тапки. Вот, это к тому, что очень, или если поливать дерево ним, допустим, с сахарным патокой, в общем, перестанет ли он быть горьким. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые вот всё равно в нас есть, и нам нужно просто с ними смириться, сжиться и использовать их на благо, вот, по максимуму. Ну, например, ты. Ты какой тип? Или ты смешанный тип? Или не бывает смешанных? Или как? Ага. Смешанные наиболее часто. То есть существует семь типов, соответственно, одиночные, связанные вот с этими тремя факторами, называемых дошами. То есть вата, скажем, чистая, да, пита, капха, соответственно, двойные, три, вата-пита, вата-капха, пита-капха, и тройной, да, который в диадоши присутствует в равном количестве. Это, пожалуй, самый редкий тип, тройной, чтобы именно они были уравновлены, как бы вот в таком балансе находились. А в основном люди двойных типов. Я думаю, что у меня где-то вата-пита примерно. С преобладанием или 50-50? Ну, там сложно выделить, потому что признаки, они смешанные, поэтому от некоторых факторов зависит. Сложно выделить какой-то преобладающий. Обычно так не делают. Хотя там говорят, что есть прадхана, есть анубандха, то есть есть главный, есть как бы последующий, дополнительный. Но сложно, сложно мне выделить в себе. Но это вообще секретная информация. Почему секретная? Как в той же Аштанге-Санграхе, там вот в третьей главе, под Диночарей посвященной как раз, там есть такая вещь, что человек не должен называть, допустим, дату своего рождения, там лунную стоянку, под которой он родился, там, ну и так далее, скрывать. Тогда уязвим получается? Ну, в общем, да. Хотя я думаю, что любой наблюдательный человек просто может это естественным образом определить. Но в целом, я, конечно, пошутил. Вот никакого секрета здесь нет. Я думаю, что, в общем, навряд ли кто-то сможет использовать это во вред. Мне, по крайней мере. И так, значит, получается, что морковный сок всем не поможет? Чтобы похудеть. Но если будет только морковный сок, конечно, поможет. Все похудеют на морковном соке. Потому что он абсолютно непитательный. И поэтому все ткани будут постепенно приходить. Тогда что надо добавить молоко в этот морковный сок? Ну, я боюсь, что это будет небезопасно для желудочно-кишечного тракта. Вот. То есть, ну, если ближе к серьезному, то просто какие-то типы... Ну, если речь заходит о извечной проблеме снижения массы тела, то я всегда в первую очередь задумываюсь о том, то есть в какой момент наступает такая ситуация, что человек действительно нуждается в этом. Вот. Потому что здесь же очень много таких конвенциональных, вот таких договорных вещей, о которых мы просто договариваемся на данном этапе, что считать, допустим, красивым, некрасивым. Вот. И, например, что считать, ну, как бы болезненным состоянием и здоровым. Например, такой вес человека нормальный. Где начинается анорексия, то есть... Ну, да. Либо где начинается ожирение, допустим. Вот. А с точки зрения аюрведы есть какой-то критерий? Я не знаю, там, рост, вес, вес веса, или умножить на два, подлить на три, или тут как подходит к этому аюрведа? Как она определяет ожирение, я не знаю, например? Ну, если ожирение, как вот такая форма болезни, да, стхауля называется, там есть такое... Один из критериев, да, это то, что у человека при движении, ну, при его перемещении в процессе, происходит движение живота, ягодиц, щек. Вот. Ну, то есть надо думать, что это уже серьёзная, серьёзная вещь. А люди, например, капхопракрити, они по природе своей довольно крупные в целом. Изначально? Изначально, да. И на самом деле, если смотреть классические вот эти описания типов, то вата и питта, по крайней мере, после Ширутина, и у Абхата это тоже есть, что они считаются дурбхага, то есть они считаются некрасивыми. Вата и питта? Да. То есть упитанная женщина, красивая женщина, согласно древнеиндийскому канону, или как? Это факт, это факт. Я часто можно даже встретить, ну, описание, если мы будем читать, вот, например, скоро, как я понимаю, выйдет книга Бартрихари и Бильханы, да, собственно, Шрингары Шатака. Идеал женской красоты не обязательно должен быть худощав, да? Абсолютно. Я, ну, сторонник именно такой точки зрения, что здесь слишком много, ну, то есть слишком много конвенциональных моментов, которые не очень здоровые. Которые несовместимы, скажем, с таким прототипом кровь и молоком. То есть получается, нам навязано нечто нездоровое, получается. Да, именно так. Ну, до какой-то степени. Поэтому и вот именно капха они описываются как субхага. То есть такие вот красивые, радующие глаз, вот и так далее, и так далее. А в Атой Питте, например, говорится, что Питте, он нелюбим женщинами. То есть он может быть внешне и, в общем, симпатичен как-то вот. Но почему-то вот, по крайней мере, в то, там, не знаю, в Абхата, допустим, там, седьмой век. Вот в седьмом веке, например, люди типа Питте, люди типа Ватте понятны, потому что у них часто тело непропорционально, они слишком высоки, или у них какие-то ноги разной длины, или уши на разной высоте, или глаза разного размера. Да, то есть какие-то вот такие диспропорции, потому что Атта сама по себе обладает качеством чала, подвижностью, и поэтому как-то вот тело, оно такое, ну, есть какие-то вот такие дисморфии, не знаю, как это сказать. Поэтому действительно люди Ватте, глаза далеко посажены, или зубы немножко кривые, вот такие вот вещи, то есть они действительно могут внешне быть не очень привлекательными. А люди типа Питте, они, казалось бы, должны быть очень красивыми, привлекательными. Но вот Шастра говорит, что нет. Почему-то в них что-то есть отталкивающее людей, но, по мнению Шастры, люди любят капха, вот таких спокойных, уравновешенных, стабильных, ответственных, добрых, симпатичных, может быть, немножко таких округлых. Вот как-то так, это очень интересный феномен. И если я не ошибаюсь, то, помните, есть вот слова на «ан» в санскрите, которые дают женский род на «ри», допустим, шарван. Получается, это разрушитель, да, шарвари, это разрушительность, но это ночь. И вот есть пиван, да, это вот толстый мужчина. А есть, соответственно, пивари, это будет просто юная леди. То есть, хотя это одно и то же слово, и пиван, это прям, ну, вот как бы словарь посмотреть, можно увидеть, что это толстый мужчина. Но пивари – это просто девушка. То есть то, что может позволить себе девушка, не может позволить себе мужчину. Ну, наверное, можно косвенно об этом подумать, но вот такие вот интересные вещи встречаются. Ну, и там, конечно, есть и физиологические какие-то показатели, да, всё-таки, скажем, вес, он во многом связан с концентрацией женских половых гормонов и эстрогенов, и прогестерона, связан с вынашиванием и прочими другими вещами. Поэтому, естественно, что с этой точки зрения, да, люди капхотипа, так и говорится, они более плодовиты. Вот, у них больше, большое потомство, что для, скажем, для вот индийской реальности, ну, и, наверное, до сегодняшнего дня это очень крепко в нас заложено, что семья и деторождение – это прям очень важная вещь. Я помню, как я читал, когда изучал психиатрию, читал руководство Цезаря Петровича Коренка, покойного, к сожалению, и у него была книжка, я вот не помню, как она называлась, что-то вроде такой психиатрии, как бы культуральной такой, где он рассматривал различные, как бы склонности различных наций и выявлял у них склонность к определенным психическим расстройствам. И вот он нам писал, что люди, например, живущие в таких традиционных обществах, он приводил пример индийское, что там заработать себе какой-нибудь невроз очень легко, если, например, девушка не выходит замуж вовремя. И как будто эта тема связана с замужеством, с рождением детей и прочие вещи. И даже мы обычно говорим, что в традиционном обществе нет, допустим, разводов, но вот если мы посмотрим юридические шастры, то это, по-моему, Нарада Смрити, что ли, вот там есть такой текст, в котором говорится, когда мужчины и женщины могут расставаться. И один из моментов – это как раз невозможность родить детей. То есть это было юридически закреплено. И вот в связи с этим, наверное, также внешний вид косвенно указывал. Чисто из опыта, наблюдения за женщинами, мужчинами, было видно, кто более способен, кто менее способен. И, видимо, это как-то закрепилось и в литературе также. Интересный момент. Значит, если ничего не качается, то с этим человеком неизвестно, надо ли иметь дело. Вот, нет, когда уже качается, все, это довольно плохо, потому что все-таки ожирение, оно говорится, может приводить как раз, это тоже показатель. Вообще в Чаргасамгите есть такое понятие, там, по-моему, Аштанинда. То есть это восемь категорий людей, которые порицаются. То есть это очень низкие, очень высокие, очень худые, очень толстые, там, безволосые, или, наоборот, чрезвычайно волосатые. Вот, и что-то там еще, сейчас не помню, оставшиеся две категории. И там просто, и мы знаем, что, в общем-то, очень высокий рост, очень низкий рост, а во многом какие-то аномалии могут быть, связанные с генетическими аномалиями, например, дают такие вот изменения. И некоторые, допустим, проблемы, связанные с уровнем гормонов различных, также приводят к бесплодию, допустим. Поэтому тут вот надо где-то найти какую-то вот середину золотую. То есть, чтобы качнуть и не качается? Хорошо, Марта Сидерична. Но оно не качается. Давайте на этом остановимся, да. Вот, как важном критерии. Гормоны. Они как-то описаны в шастрах? Или это понятие не коррелирует ни с чем? Нет, на самом деле гормоны – это вообще понятие 20 века, то есть это начало 1904-1905 год, этот термин вообще появился. И в аюрведе, конечно, мы не находим описания каких-то активных, биологически активных веществ, которые чем-то там вырабатываются, поступают в кровь. Там это в какой-то степени можно провести параллели с регуляцией, как раз связанной с этими тремя факторами, тремя дошами, которые определяются как раз через свою функцию, как либо поддерживают тело, либо его разрушают. И, в общем-то, это тоже в современной медицине, можно сказать, что существуют три системы, которые обеспечивают либо здоровье тела, либо его болезнь, то есть такие главные регуляторы. Это нервная, это как раз гормональная, гуморальная, и это иммунная система. Вот где-то на стыке этих трёх систем всё держится. Поэтому можем рассмотреть просто признаки, допустим, в атопите капхи увидеть, что, допустим, капха может быть связана с веществами, которые регулируют как раз вот такие процессы созидания, допустим, в организме, образование жировой ткани, допустим, инсулин. А, допустим, гормоны, которые вызывают, наоборот, как бы то, что называется катаболизмом, то есть разрушение, вот это больше связано, например, с питтадошей, с ватой там частично. Как-то мы можем об этом поразмышлять, но в самой, конечно, самих текстах мы ничего такого не найдём. Хорошо. Значит, ухо, правое ухо, левое, выше, ниже, значит, это у нас вата. А капха? Как мы определяем капху, если дверь не помещается или как? Вот. Ну, есть, мы можем просто даже несколько посмотреть классических признаков капха-пракрити, вот, как они описываются. Вот. Не очень много описывается таких внешних проявлений, но можно вот несколько заметить каких-то, ну, например, у него такие белёсые глаза. Это тоже такая важная вещь – цвета, да, в аюрведе. То есть они тесно связаны с различными дошами. Например, питта, говорится, что люди типа питта, они слегка желта. Вот. То есть вроде человек начинает сомневаться, не слишком у него он жёлтый, сдают анализы, там вроде всё в порядке. Вот. Но он всё время такой бледно-жёлтого цвета. Допустим, люди вата, они больше такого темноватого. Вот. А люди капха типа, они такого больше бледного, такого немножко цвета или белого. Вот. И вот у них такие глаза очень выразительные, большие, немножко белёсые, но при этом говорится, что уголки глаз, они такие ярко выражены красные. Вот. И часто эти глаза там, ну, называют, это, знаете, глаза лани, там, да, вот можно встретить какие-нибудь в литературе, там, ланиокая. Да, это считается красивая, да. Ну, в принципе, есть и рыбиокая, да, минакша. Это тоже будет красивая. Но это уже не тянет на капку? Вот, минакша. Ну, в общем-то, вполне может быть и так. В принципе, может быть, и с капхой связано. Вот. Голос, например, вот есть такой признак, что его голос напоминает звук грозовой тучи, рык льва или мриданки, да, глиняного барабана. Ну, то есть бас? Ну, да, бас и очень приятный низкий голос. Вкратчивый, может быть. Вот. А у вата типа, например, говорится голос, как треснувший горшок. Вот. То есть такой очень, как бы, сухой, невыразительный, такой немножко приглушенный, невнятный часто говорит. Там, допустим, люди вата типа говорят. С одного на другое перескакивают, что-то невнятное бармочут, вообще очень болтливы. Вот. А у людей капха типа подчеркивается вот такой вот красивый, низкий голос. То есть капхи вообще совсем лучше отдают капхи, получается? В общем-то, да, капха считается лучшей из одиночных. То есть говорится, что у них много денег, то есть они лучше накапливают всё. О, да. Люди вата типа, говорится, они очень быстро тратят. То есть у них вот этот процесс как бы вот диссимиляции, да, вот такого разрушения, в том числе и на уровне отношений. Да, допустим, говорится, что у людей вата типа, у них нет таких длительных близких связей. То есть они заводят друзей, потом расстаются, то есть у них постоянно вот нет какой-то… А люди капха типа, наоборот, максимально стабильные. То есть заводят дружеские отношения. Получается, даже не видя человека, но зная, что он натворил, можно присвоить ему тип, получается так, что ли? Да, до какой-то степени, до какой-то степени. Потому что, когда мы смотрим на психологические качества, например, люди капха типа терпеливы, у них очень твёрдые убеждения, которые не меняются. Например, у меня отец, он такого выраженного капха типа, и я помню, что по детству он всегда читал одни и те же книги по кругу. И мне, человеку, который очень любознательный, было это довольно странно. Казалось бы, есть ещё нечитанные книги. Да. Вот и так моя мама, которая как раз такого Ата Питта типа, она читала всегда 4-5 книг. Одновременно? Одновременно, да. И они всё время лежали по дому, в общем, и непонятно, дочитаны ли они были до конца, я не знаю. Мама будет утверждать, что были. А папа читал всё время «12 стульев», «Евгения Онегина», «Новый завет» и вот так по кругу. У нас папа, похоже, чуть ли не то чтобы один, но, в общем, в чём-то похож. В общем, удивительно, да. То есть, на самом деле, я сейчас начинаю понимать, что, видимо, мой папа тоже более капхообразный, чем я думал. У него любимых книг 5, и он всегда их перечитывал. На самом деле, получается, что это не обусловлено состоянием или размером библиотеки, а наоборот, получается, первичным. Вот именно это прокрити, да? В общем, да, по этим признакам можно составить какую-то картину. И некоторые другие, которые, допустим, терпеливые или сладкоречивые описываются, это всё равно в какой-то степени будет зависеть, конечно, от семьи или от образования. То есть, понятно, что люди вата типа, хотя они описываются как люди, которые подворовывают. То есть, они, например, могут брать что-то, себе присваивать очень легко. Так немножко безапелляционно брать и не особенно заботиться о том, чтобы возвращать какие-то вещи, например. Или не ссылаться, например. То есть, и это, конечно, человек будет стараться это исправить, но то сможет исправить. То есть, высокий показатель цитирования, опять же, у капхи? В общем, я думаю, что капхи, да, очень-очень дотошно в этом плане и очень с ответственностью к этому относится. Ну, может быть, не с такой ответственностью, как Питта, которые сойдут с ума, если они не найдут эту страницу и не укажут её. Потому что они предельно контролируют всё, что от них зависит. То есть, Питта просто возьмёт и сожжёт эту рукопись, что ли? Ну, я думаю, что он просто будет настолько перфекционистом, что он никогда её не закончит. То есть, перфекционист равно Питту? Ну, в какой-то степени, да. До такого доходящего, до некоторого маниакального состояния какие-то вот такие вещи. С таким очень большой критичностью. Такие злоязыкие люди, которые критичны и к другим, и к себе. Вот, и поэтому у них вот есть какие-то, да, такие сложности с тем, чтобы делать всё, как попало. Вот, то есть, они очень-очень... А как тогда они могут завершать дела? Или у них эта критерия завершения дел не стоит? Им главное, чтобы это было совершенно, а завершено ли совершенно, или не завершено, совершенно для них совершенно второстепенно. Нет, я думаю, что результат также очень важен. Как раз это вот достижения некие, но на пути к этим достижениям люди вот очень-очень и очень стараются всё сделать тщательно. Ну, то есть, это люди одной книги, люди одного такого, то есть, как бы им важно сделать одно, но хорошо, им не обязательно размножаться, расплодиться, заполнять всё пространство вокруг. Ну, я думаю, что вот всё-таки люди одной книги там ближе к капхе, которые могут её делать, и для них не очень важно, как бы, чтобы был какой-то вот там результат, и чтобы их там, не знаю, их возносили, там, ценили, какой-то престиж. То есть, они просто вот основательно всё делают, неторопливо. То люди пить-то хотят достичь славы, успеха, они очень мотивированы. То есть, пить-то амбициозно? Очень амбициозно, да, это самое амбициозное в Пракрити. А эти амбиции, они как-то сопоставляются с реальными возможностями? Или на самом деле, чем больше пить-то, чем больше амбиции, тем больше отрыв от реальности и возможностей? Нет, это как раз больше характерно для вата Пракрити, когда люди вообще не соизмеряют свои силы, своё время, свои возможности, то есть, у которых такая, помните, Манилов, да, который хотел построить мост хрустальный, да, там, через какую-то там реку, вот, и сидеть на лавочке, любоваться. То есть, мы можем в учебнике, значит, скажем так, подошам использовать гоголевских персонажей, и это будет очень наглядно, вон как. Я думаю, что да, и, допустим, Плюшкин, мне кажется, что это ближе к вата-типу. Такой, люди вата-типа описываются как не очень красивые, очень такие, могут быть, жадноватые, например, вот, как бы такие грубоватые. Чем больше я слушаю про вату, тем больше мне это вата нравится, скажу так. Да, вот, наверное, да, Собакевич, но он с виду, конечно, похож на Капху, хотя Капхи всё-таки чуть более, мне кажется, симпатичные, и он тоже немножко грубоватый, Капху всё-таки Мадгуровак, да, такие Мадгура, то есть, у них сладкая речь, всё-таки, помним, Собакевич был грубоватый. Поэтому, наверное, Гоголевские до какой-то степени могут иллюстрировать, но, может быть, не 100%, но какие-то можем выбрать черты, которые очень-очень здорово проявлены. Но вот эта бесплодная мечтательность и браться за всё, ничего не доводить до конца, менять интересы, так же, как менять, там, не знаю, отношения по жизни, нигде не остаться, не нажить себе ничего, менять дома, путешествовать, слоняться без дела, получать пять образований, вот, это всё больше для вата-типа, конечно. Так, ну вот было много про ваты, немного про Капху, а про Агни, в смысле Агни, в смысле, я его в смысле про, значит, у нас кто, у нас третий? Пита. Пита, да, значит, в смысле с Питой, вот Пита, на улице как Пита выглядит? Лысая, маленькая и тощая или что, или как? Люди Пита типа на улице, да, это хороший вопрос. Значит, это среднего возраста, ой, господи, ты хочешь сказать, что они сразу, до начала, среднего телосложения, вот, склонны к ранней седине, вот, ранним морщинам, раннему облысению, затем они, у них цвет вот помимо такого слегка желтоватого, у них очень ярко красные, например, могут быть ладони, стопы, описывается затем глаза, могут быть такие немножко с красна, вот, такого немножко гневливого вида, вот, они могут выглядеть такими немножко злыми, вот, или чересчур, ну, как бы такими контролирующими, вот, они могут сильно… Нет, они максимально контролируют то, что они могут контролировать и стараются контролировать то, что они не могут, в связи с тем… Отсюда, как бы, у них причина неврозов, получается, что они… Да, да, они, в общем, да, как раз такой классический, наверное, похож на тип А, вот, то, что, там, в каких-то 70-х годах описывали, склонны к сердечно-судистым заболеваниям, вот этой гипертонической болезни ранней и так далее, за счет вот такого, ну, такого немножко невротичного, да, состояния, желания, вот, контроля в том числе. Они очень много едят, да, и очень быстро, и очень интенсивно, это тоже такое качество. Люди, как бы, типа, медленно едят, медленно говорят, медленно двигаются, вот, во всем они медленны и рассудительны. Вот, люди пить-то, типа, наоборот, очень интенсивны, вот, они скажут раз, попросят вас что-то сделать, пока вы там что-то задумаетесь, они уже психанут, потому что, говорится, Сушилта пишет, что они очень быстро гневаются, делают все сами, делают очень хорошо, вот, потом быстро отходят, вот, ну, и так далее. Много пьют, много потеют, вот, описываются как зловонные люди, вот, то есть в силу того, что много потеют, вот, пить описывается как висра, то есть та, которая имеет запах сырой рыбы, вот, то есть это вот тоже такая характеристика, связанная, видимо, с какими-то веществами, которые выделяются с потом и интенсивностью там каких-то кожных процессов разложения этого пота, вот. Вот, такие классические, скажем, люди относительно молодого возраста, но уже с залысинами, вот, которые занимают какой-то руководящий пост, которые амбициозны, вот, при этом они потеют, с ними как-то не очень приятно иногда рядом находиться, вот, и так далее, и так далее. В общем, примерно так они выглядят, вот, не очень любят, не любят жару, вот, при этом они чрезвычайно ясно мыслят, очень остро, вот, у них хорошая память, они все запоминают, чего не забывают, вот, очень хорошо талантливые спорщики, вот, способны любого оппонента отвергнуть его речи, да, то есть как бы и противопоставить свое, непобедимый в битвах описывается, там, допустим, сурово к врагам, но те, кто им предается, да, скажем так, отдается на их милость, они очень щедры, великодушны, ну, вот, если почитать описание царей, допустим, где-нибудь врагу вамши Каледасы, да, то мы увидим как раз, что многие из них, там, вот, они описывают, очень похоже на тип Питта, ну, и цари, как раз, кшатрийская вот эта природа, огненная во многом, это вот как раз для Питты более характерно, вот, ну, интересно, кстати, вот такой момент, что описываются еще сны разных типов Пракрити, допустим, Вата, ей снится, что она, допустим, летает по небу, или просто совершает какие-то движения, бегает, прыгает, какая-то динамика присутствует. Значит, насчет снов, да, у нас есть, значит, книга «Волшебное сокровище сновидения» Александра Яковлевича Сыркина, и тут как раз 150 примет того, к чему это все идет, в общем, что-то, конечно, абсолютно неприменимо, как и многое, наверное, в Айуреведе, какие-то детализации, которые можно обобщить, но которые в чистом виде, как описано, неприменимы в наше время, но получается сны, получается, у них классифицировано все, сны, секс, еда, то есть нету ни одной области, которая не была бы описана, получается. Музыка, да, архитектура, вот, все, да. Если посмотреть на образцы древнеиндийской архитектуры, ты понимаешь, насколько дикие племена обезьян бегают сейчас, потому что вот мы не можем воссоздать то, что было создано тысячу, две, две с половиной, может быть, даже три тысячи лет тому назад, мы не можем это воссоздать. Мы поющую колонну не можем сделать, а получается, то есть получается, что мы не такие, в общем, что эволюция, она не обязательно вот прям вот... Ну, я думаю, это связано во многом с традиционным типом обучения, прежде всего. Наверное, мы утратили какую-то такую вещь, потому что современное обучение, наверное, не слишком располагает к тому, чтобы развивать именно такие способности, вот, да, потому что все-таки, если мы почитаем, как раньше обучались, да, эти традиционные типы заучивания и так далее, и так далее, все это, конечно, деляет человека колоссальной эрудицией, способностью запоминать, делать внимательность, в конце концов, вот, поэтому современные какие-то проекты, наверное, они не слишком хорошо удаются, ну, вспомнить хотя бы какие-то, да, достижения последнего времени в России связаны, не знаю, с космосом, я не слишком за этим слежу, но какие-то вещи происходят, и ты думаешь, странно, люди тратят огромное количество денег на какие-то проекты, почему они не могут сделать это хорошо, вот, я вот всегда этим вопросом задаюсь, наверное, потому что, когда нужно было этим заниматься, вот, то люди занимались чем-то другим, то есть они строили семью, там, ухаживали за прекрасными леди или за прекрасными джентльменами, вот, и так далее, и так далее, наверное, вот как раз какой-то базис вот этот вот, то, что называется, да, там мы встречаем такие описания, когда описываются взаимоотношения учителя-ученика, допустим, где-нибудь в Кавья-Мимамсе Раджа-Шекхары в комментарии там есть, что должно быть там Шравана, да, человек должен слушать, он тут же должен Дарана, да, это всё запоминать, да, Смрити, он должен уметь это воспроизводить из памяти, то есть, и, конечно, вот эти все вещи, связанные с разработкой таких колоссальных каких-то проектов, вот они требуют сосредоточенности, концентрации, чего нам всем сейчас не хватает, вот, мне кажется, это промада, то, что называется невнимательность, это вообще бич, вот, когда я просматриваю свою книгу и вижу там какие-то опечатки, я понимаю, что если-то я просто прочитал ещё раз, вот, то, возможно, я мог бы это исправить. Чтобы что-то бы поменялось, потому что пока не прочтёт твой сосед, который в этом ни черта не понимает, всё равно ведь не найдёшь. А эти типы, они как-то соотносятся с греческими? Я понял, понял, да. То есть, с описанием вот этих типов, которые описаны, скажем, в Гиппократовом сборнике, да, те, которые мы знаем под вот этими уже средневековыми названиями, там, Сангвиник и прочие, ну, были такие, естественно, попытки, то есть, мне кажется, когда в XIX веке стали изучать индийскую медицину, да, англичане, немцы, вот, они, естественным образом, видя вот эти описания вата, пита и капха, как неких факторов, в том числе, которые связаны с кровью, вот, то есть, там, допустим, капха, это, там, слизь, да, шлешман, да, буквально то, что, как бы, облепляет, да, похоже на слизь, на флегму, допустим, пита, ну, там, не знаю, кровь, да, как-то вот, наверное, это или желчь, да, желчь, да, скорее, там, холерики, допустим, да, то есть, до какой-то степени это имеет какую-то связь, потому что, в общем-то, это же все берется во многом из эмпирического опыта, наблюдать за людьми, выделение вот таких вот каких-то системообразующих вещей, но надо сказать, что все-таки, когда называют вата, пита и капха вот эти три морбидных, да, таких болезнетворных факторов гуморальными, это все-таки не очень точно, да, потому что все-таки гумор, да, вот это латинское, греческое гео, в конце концов, поливать, то есть, он всегда подразумевает некую жидкостность, вот, и, скажем, если мы возьмем капху как слизь, здесь явно присутствует вода, да, то если мы возьмем питу как вода и огонь, или просто огонь, такие описания тоже есть, то это к жидкости мало имеет отношения, то вата, которая означает воздух в пространстве, это вообще никакой связи с жидкостями тела не имеет, да, поэтому, когда называют вату и пятках гуморальными факторами, это, конечно, до какой-то степени не точно, поэтому, ну, связи, конечно, есть, мы возьмем описание, наверное, которое уже, потому что многие говорят гиппократовские, но это довольно сомнительная вещь, у гиппократа в природе человека, в гиппократовом сборнике есть такие описания, только кровь называется не Сангвис, естественно, а Гайма, по-моему, вот, а уже в средние века Арнольд из Вилановы в своих вот этих средневековом Салернском кодексе здоровья, вот у него там есть такие яркие описания вот этих четырех типов, флегматик, холерик, сангвиник, меланхолик, и там, наверное, что-то можно найти, флегматик больше с капхой, наверное, коррелирует, холерик, наверное, больше с питтой, сангвиник тоже где-то здесь, в общем, там, ну, какие-то черты мы можем разбросать, если возьмем перечень, то куда-то можно будет его отнести, ну, до какой-то степени это людям понятно, когда ты пытаешься всем объяснить, что такое вата пита и капха пракрити, ты говоришь, ну вот, знаете, они говорят, ну, конечно, знаем, текст Айзенка, вот, такой уже, где юнговские вот эти используются наработки, там, интроверсии, экстраверсии, вот эти типы, они как-то там разложены по-новому, психологически уже, вот, это как бы все знают, все делают, там, в университете, на какой-нибудь психологии, вот, тогда ты говоришь, вот, а в аюрведе вот так вот, более-менее понятно, но для этого, я думаю, это хороший пример. То есть, получается, по тесту можно все-таки выяснить, кто я? Да, если тест хороший, правильно составленный, и он основывается на текстах традиционных, то до какой-то степени, да. А такие тесты на русском языке доступны? Ну, в принципе, да, да. Ну, по крайней мере, я видел такие, то есть, я довольно читал много лекций по сушируцам Гите, по этим описаниям и по Вабхате, вот, и наш общий знакомый, мне кажется, Алексей Киселев, вот, он как раз делал такие сводные, то есть, все то, что вот описано в шастрах, он так раскладывал и составлял некий такой опросник на параллелях. Там, допустим, описывается, что вата, типа, он считадвешен, то есть, они ненавидят холод, они все время, даже в теплую погоду им холодно, а люди пить-то, типа, они уж надвешен, да, то есть, они ненавидят жару, и он там делает, допустим, холод или жара, допустим, что выберет. Я, естественно, выберу, что я люблю жару, не люблю холод, потому что вата праквити больше, а кто-то выберет что-то другое. Вот по таким типам, вот, в принципе, мне этот тест, я им редко пользуюсь, потому что я мало занимаюсь именно практически, но в целом они есть. Есть и другие тесты наверняка, я просто как-то не очень это отслеживал в последнее время. Тогда такой вопрос. Доша, это как бы медаль, которой можно прицепить, то есть, в смысле, можешь гордиться, что у тебя вот такая Доша, или Доша все-таки это не достоинство, а недостаток. Недостаток. Ага, тоже очень хороший вопрос. Здесь можно вспомнить само вот это описание Пракрити, которое дается, например, у Абхата в Аштангахридае, там в первой главе, говорится, что вот эти три Доши тела, надо сказать, что у каждого человека, естественно, присутствуют все три, вот потому что они выполняют очень важные функции, без которых человеку невозможно жить. Поэтому все три Доши всегда присутствуют, но какая-то из них преобладает, то есть в момент зачатия и затем во время беременности складывается определенная комбинация, которая будет являться для человека залогом его здоровья. Допустим, если представить это как столбцовую диаграмму, то где-то будет сильно больше ваты, тогда это будет вата Пракрити. Либо там, допустим, вата и пита примерно одинаково, а капхи совсем мало, это будет вата и пита, ну и так далее. И как бы этот тип Пракрити, и когда он описывается, говорится, что у человека создается вот этот тип, подобно тому, как из вишенева, виша крымеях, подобно тому, как с помощью яда, вишена, да, создается вот этот виша крыме. То есть есть такое представление, было в Индии, что, ну, видимо, связано с эмпирическими, опять же, вот этими вещами, что вот в яде, да, развивается ядовитый червь, вот, подобно тому, как, по-моему, это скорпионы, да, рождаются из зерна, да, какая-то такая была тоже такой пример, ньяя где-то вот он встречался, или, например, как, не знаю, до Пастера считали, что мыши заводятся, да, там, в грязных носках, допустим, да, вот. И вот есть такое наблюдение, но оно, конечно же, с точки зрения современной биологии абсолютно неправильно, но тут есть очень важный момент, что яд, да, он не убивает этого, как бы, ядовитое существо, того, которое в нём рождается, то есть оно для него является, как бы, естественной средой обитания, поэтому Доша, да, вот это сама по себе, она, естественно, разрушает, да, вот Сушрут Самхити в комментарии Адальхан, он говорит в первой главе, что Доша — это те, что душа янты, да, то есть такое этимологическое объяснение от корня душ, да, что означает, вот, как бы, уродство, да, вайкритте, он говорит, что Доша — это те, что душа янты, те, что оскверняют, портят, повреждают, соответственно, тело, кая, речь, вак и ум, читта, вот, это вот всё Доши, поэтому Доши с этой точки зрения — это, конечно, недостаток, порог, и в Арунадаты, кажется, в первой главе Аштанга Хридайи, в второй главе Аштанга Хридайи там есть такой комментарий, что они подобны врагам, но которые не причиняют пока что нам никаких злых действий, вот, но мы всё время на чеку, мы не можем расслабиться, вот, потому что знаем, что как только мы дадим слабину, враг обязательно нас накажет за это, но пока он нам не вредит, он как бы, ну, мы на него сильно внимания не обращаем, поэтому Доши, с одной стороны, вот они поддерживают тело, там создают его, развивают и так далее, и так далее, но в какой-то момент времени они могут вызывать болезнь, но само вот это прокрытие, состояние этих Дош в момент зачатия, беременности и рождения, оно является вот этим естественным, здоровым состоянием, и тут есть такой маленький нюанс, который Сушилта указывает, что несмотря на то, что этот яд не убивает этого ядовитого червяка, вот, ядовитого насекомого, но он вызывает у него неприятные ощущения, и подобно этому каждый тип, он имеет свои недостатки, и каждый человек будет страдать от каких-то недостатков, допустим, люди вата типа страдают от чрезмерной сухости тела, сухости волос, да, или там трещин, кистей и стоп, там люди питта типа будут страдать от этого чрезвычайного потения или своей чрезвычайной прожорливости, вот, люди капха типа будут страдать от своей какой-то медлительности и склонности к лени и длительному сну, например. То есть, как бы получается, что вот настолько творение устроено таким образом, что мы здесь, в общем, не для наслаждений находимся, вот, и всё наше существо говорит о том, что вот этот яд, он всё равно вот нас будет ранить, но мы, если мы будем придерживаться основных правил, которые предписываются, то мы сможем долго этому яду противостоять. Вот, если же мы не будем придерживаться этого, то подобно вот этой телеге или колеснице, которым, ось которой мы не смазываем, не ухаживаем, на каком-нибудь ухабе треснет раньше положенного срока. Вот, поэтому пракрити — это вот такая интересная вещь. Вот, поэтому доша — это как бы, в общем-то, недостаток, то есть доша как фактор регуляции необходим, он обязателен, без него никуда. Вот эти комбинации дош создают этот тип, и этот тип, он позволяет, вот, к этому типу нам нужно всегда, ну, стремиться, чтобы он именно был, как бы, таковым в том смысле, чтобы доши не выходили слишком из вот этого естественного своего природного, немного вредящего, но не страшного состояния. Вот, в этом большое искусство заключается. Когда одна доша сильно зашкаливает, человек умирает? Да нет, не обязательно, то есть развиваются болезни, связаны с этой дошей просто, и затем болезнь может быть излеченной, либо она может быть проигнорированной, пустить корни глубоко, стать неизлечимой, но контролируемой, либо потом стать совсем неизлечимой, но это всё касается уже отдельно взятого какого-то случая. В принципе, доши не меняются, да, как вот это, то, что называется гомеостаз, то, что Уолтер Кеннон, такой американский физиолог, назвал этим гомеостазом, устойчивым состоянием. И, в принципе, три доши, вот это состояние три доши, они тоже отражают вот этот, как бы, стабильную нестабильность или нестабильную стабильность. Вот, есть такой интересный, я не помню, кто это какой-то из физиологов французских, то ли Ришет, то ли кто-то сказал, что человек жив, потому что он нестабилен. Вот, то есть если бы мы были ригидными и не менялись, не изменялись, то мы бы давно умерли, как такие закрытые системы. Поэтому три доши тоже отражают. В течение дня доши меняются, в течение сезонов они меняются, от принятой пищи они меняются, но они всё равно имеют тенденцию оставаться в своём равновесном состоянии до тех пор, пока мы не настолько приложим усилий, чтобы довести это наше здоровое состояние прокрытия до развития какой-то болезни, которая будет называться викрити, то есть уродство. И с этим уже работают врачи, как правило. Я, как Вата, наверное, слишком многословен, нет? Нет. Наоборот. Хорошо. Более чем достаточно, при этом насыщенно. Вот насыщенность, скажем так, слов же может быть много, но они не могут быть пустыми, это относится к какой доши, если слова пустые? К Вата. К Вата прогрите. Значит, не получается Вата, потому что все слова получаются с каким-то тестом. Вата питта, питта спасает, да. С людьми Вата типа довольно сложно вести какие-то беседы, ну такого типа, они обычно много воды, ни о чем, и в общем. Это довольно утомительное занятие. То есть получается, есть разница, ты Вата-Пита или Пита-Вата, или как? Ну, это не так существенно, это сложно, различимая вещь. Это все зависит от многих факторов. От сна, допустим, от питания. Такой человек, то есть он имеет склонности к дисбалансу Вата и Питты, допустим, если он больше занят тем, что увеличивает Питта дошу, питает соответствующим образом, двигается, спит, то, соответственно, у него больше тенденции, он будет как бы Питта больше в нем будет проявлено. Или если Вата, то Вата. То есть туда и туда может уходить, и это сложно так точно сказать, что вот этот вот Вата-Питта, вот Вата у него больше. Все зависит от какой-то конкретной ситуации взятой. Насколько трудно соответствовать тем требованиям? Ну вот ты сам можешь соблюдать те предписания, которые ты находишь? То есть это выполнимо или как? Скажем, хочется пошутить. Я просто вспоминаю этот поэт позднего средневековья, Нилакантха, кажется. Нилакантха Дикшита. У него есть такое произведение, по-моему, называется Кали Видамбана, где он описывает век Кали и его влияние на различные профессии. То есть там астрологи, жрецы и врачи. Такая сатира на врачей. И вот мне там нравится одна Субашита. Вот там он говорит, что в общем врачу что нужно сделать? Нужно назначить строгий-строгий-строгий режим и несколько лекарств. Потому что ни один пациент не сможет следовать строгому режиму. Поэтому даже если лекарства назначены неправильно, всегда можно сказать, ты просто не следовал режиму. Таким образом, да. И там же можно добавить, что искусство врача, да, это в том, чтобы брать деньги с живых и убегать от мертвых. Ну в смысле от родственников мертвых людей. Но это тоже таки сатира такая. Поэтому в принципе те правила, которые предписаны, они на самом деле не просты, но они просты для тех, для других типов. Например, для меня нет проблем спать недолго. Потому что вот вата типа есть такое качество джагарука. То есть они плохо спят, мало спят и в общем склонны к бодрствованию. А люди и питать, и капхан, они наоборот долго спят. И вот когда мне говорят, что капхан, я говорю, капхи, тебе нужно спать меньше времени. Вот. Он говорит, ну как? Я говорю, да это же так легко. Потому что мне легко, да? Вот. А когда, например, мне говорят, тебе нужно закончить эту книгу. То есть она что-то восемь книг, вот, и не закончена ни одна. Это же так легко. Ты просто берешь ее, садишься и работаешь каждый день, регулярно, над ним и тем же, изо дня в день, из месяца в месяц, и заканчиваешь. Я говорю, ну это так сложно. Вот. Поэтому такие вот вещи, то есть они, казалось бы, простые, но типу, конечно, это как вот свою природу обуздывать, да, как этот ум, как в Бхагавадгите, да, в шестой главе, там, Кришна Арджуни говорит, что успокоить ум, как, да, обуздать, остановить ветер. Ташан Карачари сравнивает ум с бешеным слоном. Вот этот образ, блестящий из индийской философии, из индийской поэзии, что этот бешеный слон в состоянии, там, течки, он там крушит все подряд, и ум очень сложно обуздать, особенно свой. И какие-то, ну, свои недостатки, конечно, очень сложно преодолевать. То есть это настоящая такая работа, вот, в которой не каждый становится успешной, но это не значит, что не следует и пытаться этого делать. Люди Кабхати полюбят сладкое, допустим. Люди вата типа не очень любят сладкое. Потом говорят, почему вы так много едите сладко, вы же толстеете. Это же так легко, просто не ешьте. Ну, не тут-то было. Вот мы понимаем, что природа берет свое. Мне кажется, у меня есть все упомянутые недостатки, но нет упомянутых достоинств. По мне удивительным образом сочетаются все три. Вот, ну, в общем, вот как-то так. Так, поэтому, в принципе, следовать не очень сложно. Ну, опять же, смотрите, Кабхати ему необходимо много физической активности, нагрузки. Говорится, все виды физических упражнений. Бег, борьба, плавание. Все, что хочет человек. Людям вата типа, эпитотипа, особенно страдающими заболеваниями, не рекомендуется вообще физические упражнения. Либо очень-очень слабые, в полсилы там как-то, до первого пота, говорится. Но люди вата типа, они все время бегают там, бегают и бегают. Вот, и так далее, и так далее. То есть получается, что мы всегда вот подобное, подобное усиливает подобное. И поэтому люди как бы склонны к тому, чтобы вести таким образом, чтобы разрушить свое здоровье. Вот. И как ни странно, но так парадоксально устроена природа. То есть то, что у нас лучше всего получается, как правило, нам может и вредить. То есть получается, не разобравшись с собой, это наиболее быстрый способ попасть в могилу, получается. Да. В общем-то, да. Есть, конечно, универсальные способы попасть в могилу очень быстро. Вот. Но в целом, конечно, это важная вещь. То есть нет как бы общих правил. Да, сейчас люди пытаются пить много воды, пить мало воды. Там двигаться много, двигаться мало. Десятый шагов в день, не десять шагов в день. Глютен полезен или вреден. Там молоко полезно или оно вредно. Вот. И пытаются какую-то общую, выявить какую-то вот такую, там восемь часов спать, допустим, там это для всех. Вот. Но на самом деле это очень как бы такой прокрустово ложа, в котором мы пытаемся человека просто… Для кого-то это будет полезно, для кого-то вредно. Это парадоксально. Вот. Поэтому кому-то нужно больше двигаться, кому-то меньше. Кому-то молоко – это отлично. На вате и пятикапхи не очень хорошо. Ну и так далее. Поэтому человек, разобравшись с этими вещами, он очень просто сможет… Ну, просто. Очень просто – это, наверное, слишком сказано. С чего я снова «просто». То есть нельзя говорить «спаси коров, не пей молоко». Это очень какой-то, может, звонко звучит, но это бессмысленно, если смотреться, что мы разные. Нам нужны разные вещи, получается. И заявить, что корова святая, священная, и не трожь ее. Это, получается, перебор. Потому что, в общем-то, кому-то без этого молока, помимо теленка, в общем, будет худо. Ну, я обычно к этим ситуациям так подхожу. То есть я всегда спрашиваю, с какой парадигмой мы будем об этом говорить. Потому что люди, которые защищают права животных, экологию, допустим, веганы какие-то, скажем, именно такого типа не за здоровье, а за какую-то идею. То это получается, что наши доводы, связанные со здоровьем, они не очень, как мне кажется, здесь уместны, потому что, мне кажется, идея, она всегда выше, чем... Ну, дух, душа выше, чем тело до какой-то степени. Поэтому если человек принимает ответственность как бы за последствия и какой-то является таким активным, ну, скажем, последователем своей идеи, и у него твердое убеждение, вот это достойно до какой-то степени уважения. Поэтому я как бы понимаю, допустим, тех, кто строгий веган, кто защищает животных, я к этому с уважением отношусь. Но если мы говорим из парадигмы просто что полезно, что вредно, говорить, допустим, что молоко абсолютно вредно, что молоко — это кровь, коров, оно только для телят, это всё чушь. Говорить, что алкоголь вреден, вот, алкоголь — это опасная субстанция, но у него есть позитивные свойства, вот. И как бы когда человек говорит, что он не употребляет, потому что он занимается какими-то практиками сосредоточения, будь то какая-то йога, там, аштанга-йога или бхакти-йога, это супер, это здорово, мы это принимаем, вот. Но с точки зрения тела, когда человек просто живёт в деревне, вот, и он не отягощён никакими садонами, вот, то в этом смысле можно ему рекомендовать какие-то вещи, если он крепость алкоголя, количество алкоголя, сезонность алкоголя, вот. Если он не готов от него отказываться и не хочет, для него это как бы часть жизни, то тут может врач, может опытный просто ему подсказать, как сделать так, чтобы его тело не развалилось раньше, его семья и его сознание не деградировало бы слишком быстро. Вот, при этом всё. Поэтому вот аюрведа, она такая, она для всех. И тут везде есть какие-то плюсы и минусы. Спасибо. Ключевое слово, которое я запомню сегодня, это просто. Спасибо, Владимир. Я надеюсь, что мы ещё встретимся. Мне кажется, что-то ещё осталось нерассказанным. Да, мы можем поговорить о психологии, о аюрведической. Да. Типы ума, какие-то такие вещи. Это тоже интересная тема. Тогда до следующей встречи. Спасибо. Спасибо, Мартис Юрьевич. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания.